Ну что, промежуточные результаты промежуточных результатов. Уже как бы рассаду пора высаживать, дальше ее растить не надо, потому что дальше она уже будет адаптироваться к стаканчику и потом просто перестанет расти как надо, адекватно. Передерживать нельзя в маленьких стаканчиках, тем более, потому что она начнет мельчать и не показывать свои результаты. Итак, результаты какие-то есть. Есть некоторые хорошие задаточки. Например, на той дыне, хитрой-прехитрой, которая была привита на максима, банан, арабесочка, вот на ней отлично себя чувствует прекрасная испанская дыня. Просто замечательно. Она растет, она тут прижилась за три дня, она вся такая, опачки, я модная. Все, я покруче, чем ваши вот эти вот, вот эти вот ваши преслоутые, понимаешь ли, арбузики на вашей преслоутой лагинарии. Вот одна, вот вторая, преслоутая, понимаешь ли, всем уже осточертелая. Вот еще, вот такая вот. Вот еще. Нет, не вот еще. Это у нас чего? Это у нас арбузик на той же арабесочке. Вот арбузик на той же арабесочке. И чего он? И чего он? Чего он? Да он, ну как, да он не хуже. Он плотнее намного, шире немножко. Вот. И мне он даже не меньше нравится, а даже, я бы сказал, немножко больше. Вот еще дынька. Вот она начали сохнуть у нее семидольки. Вот. Тоже напрямую. Двойничок. Раз и все. На ту же хитрую арабеску, которая в свое время была привита на максима, для того, чтобы сбить ее гормональные настроечки. И она у нас стала что-то ближе к межвидовым гибридам. Напомню, эти арабески и эта максима, с которой я играл, это все сквоши, это все пересевы. Так, чтобы было еще веселее. Ну, вот наш тройничок. Тройничок, тройничок. Ну, он только начал выпускаться в рост. Не знаю, играться с ним не играться. Это максима в основе. Это арабеска сверху. И дынька сверху. Но дынька тут может быть непоказательной. Я уже не помню, какую я сюда всандаливал. Возможно, я сюда всандаливал карликовую мини-соту. Ей уже сто лет этим семенам. Она очень плохо растет. Вот, например, вот так вот она растет. Вот. Одну даже выдернул, пожалел. Вот. Поэтому такие дела. В основном-то все прижилось. Даже прижилась обычная дыня. Возможно, карликовая мини-сота. На обычную лагинарию. Но она не растет. Но почти не растет. С нее результаты, как говорят, хуже, чем на собственном корню. Это для того, чтобы посмотреть, как хуже. Да, хуже. Значительно хуже, как на обычную дыню. То есть, как на обычную тыкву какую-то. Причем хреноватую. Но у нас еще есть отличный тройник, который я обожаю. Просто обожаю и решил бы, что надо бы сделать десяток таких еще. Весной, конечно. Это вот такой замечательный тройничок. Внизу у нас максима банановидная. Отличная. Замечательная. Сверху у нас за три дня практически прижился лагинария. Моментально идет в рост, приживается отлично. И сверху у нас арбузик. Обычный рандомный арбузик сортовой, который укрупняется, утолщается. Он только начал расти. А он такой жирненький. Он мне очень нравится. Очень, ребят. В сравнении с лагинарией, он такой жирненький, за три дня. Это очень хорошо. Насчет жирненького и насчет каких-то возможных побочек. Вот тоже сверху жирненько, а снизу тоненько. Это у нас такой эффект присутствует, когда мы обычно дыню сажаем просто на максима. И на максима банан. Максима банан хорошая вещь. Ее взял из-за того, что на нее что-то сажается. Вообще-то приживается. Вообще-то. И у нее корни пахнут дыней. Натурально дыней. Ну, немножко еще тыквой. Короче, когда приживается на тупо банан, без переходников, и просто на сквож или на банан, или на его сквож, то вот получается вот такое утолщение. Влияет оно на что-то? Не влияет. Но я думаю, что промежуточные это все-таки результаты. Это не урожай. Вот это не сбор урожая. Поэтому можно долго гадать. Конечно, мне это не очень нравится. Растет офигенно. Но это пока в состоянии рассада. А что будет дальше, неизвестно. В этом плане мне больше нравятся такие с большим изощрением, сделанные мои вот эти вот тройники. Раз. И два, конечно же, на арабесскую, которая была в свое время привита на максима. Там уже действительно видно, что вероятно, что геном там может и не пострадал, но гормональные настройки там жестко слетели, и она уже на себя цепляет все, что хочешь. На ней и арбузы могут расти отлично, скорее всего. И вот дыньки. С дыньками я заморачиваюсь, потому что, видите, какое. И вот еще два тройника. Я про них забыл как-то. Ну, как снял пакеты и забыл. Знаете, бывает такое. И они у меня подувяли, подприуныли. А после такой операции, когда они очень сильно приуныли, обычно выбрасывать надо, потому что они уже никогда не вцепятся. Но сейчас они почти что уже вцепились. Ну, так еще немножко. Один из них выжил. Опять же, что хорошо говорит о том, что... Ну, то есть, говорит о том, что все хорошо. Вот он выжил, и он живет. Повлияет ли этот стресс на его развитие или нет, неизвестно, потому что он только-только буквально день-два живет без пакета. Ну, а жил, и вот как-то что-то растет. И я же говорю, я хотел бы еще попробовать несколько таких тройников, как минимум. Ну, вот. Вы в полевых условиях. Да-да-да. Итак, чего бы я попробовал в полевых условиях? У меня есть Максима, которая еще более отщебучена, чем вот эта. Вот. Банана видная, но которая ушла в очень сильно, очень сильно сквошный вариант. Она настолько сквошная, что на Максима она вообще, ну, на-то, на банан она вообще не похожа. Раз. Два. Семена у нее прям сплешью. Семена у нее прям морфологически изменены сильно. Они прям чуть-чуть, чуть-чуть недоразвились сплешью этой самой оболочки. Это очень-очень хорошо, потому что, возможно, она будет еще более смещена по настройкам. И уже просто в виде сквоша показывать, что что-то, что-то более крутое, чем вот это вот. А это будет уже очень хорошо. Вот. Это было бы неплохо проверить. Потом было бы неплохо проверить на мои вот такие вот специфические, привитые в прошлом на Максиму арабесочки, которые вот очень хорошо все показывают. Также и арбузы. Почему? Потому что арбузы менее привередливые. Они вообще, думаю, отлично пойдут. Я что-то не сделал это. Тройники, я думаю, очень хорошо делать такие с арбузиками. Они идут вроде бы очень хорошо. Это я уже говорил. И чего? И, конечно же, побольше наделать моих отличных, этих же самых двойников с этим вот прекрасным, моим получившимся чугунием. Назовем его так, чугуний. Потому что это прям чугуний. Это не межвидовой гибрид, но он чем-то похож на межвидовой гибрид, потому что он со смещенной закладкой информации. В семенах происходит закладка информации на следующий год. Она связана с гормонами, с закладкой гормонального фона и некоторым опытом, который отображается в коротком типа генотипе или около того. Такие механизмы есть даже у людей. И, значит, в этом случае очень смещенная эта история идет, этой закладки, вот этих параметров. Потому что всю свою прошлую жизнь эта семечка, которая получилась, она прожила и, в общем, была выношена таким вот мутантом, который жил на других корнях. Вот, питался другими соками, и там все слетело напрочь. Просто сброс настроек. Сброс настроек чем-то похож на межвидовой гибрид. Но это не межвидовой гибрид. То есть не настолько может быть круто, а может быть и настолько круто, а может быть вообще не круто. Посмотрим. Но выглядит все хорошо. Я не буду ванговать. Но вот вы посмотрите. Вот арбузик. Кстати, вот же арбузик. Арбузик на обычной арабеске, которую я подвил на обычную Максима Банан. Ну, точнее, на арабеске сквошной, которую я подвил на сквошную Максима Банан. Вы посмотрите на это чудо. Да он толстенный. Да он растет. Какой он? Ух! За три дня он прижился. Ну, за пять, потому что на пятый день вообще я просто пакеты сбрасываю и все, и до свидания. А вот на лагинарии то же самое. Ну, видим разницу. Да, видно, видно разницу. Лагинария опускает соплю. Вот, если в укол. Поэтому в основном играются с ближением, там, язычком и все остальное. А здесь даже играться язычком не надо, просто в укол шмяк, и оно все работает. Поэтому мне кажется, что изощренная такой вот, изощренная тыква, назовем ее так, чугуней, она уже может работать даже получше, чем лагинария. Лагинария. Ну, и тройничок с нее тоже, мне кажется, перспективная вещь, потому что на лагинарии он хорошо садится, как прокладка лагинария отлично, а как корни банан вообще просто зашибись, что он такой ужористый, он такой, что он дает такие плети. Ну, вот новая генерация сортов, и аромат его корней прям, почти один в один совпадает с ароматом дыни. Очень-очень дыны. Ну, как бы, и цепляет он на себя изначально дыню, прям сортовой, плюс-минус, плюс-минус, что-то может быть. Ну, это если в укол. Метод в укол позволяет нам проверить, потому что в укол не идет практически ничего, нормально, прям классно-классно, вот с самого старта, кроме прям самых, что не есть каких-то вот профессиональных семян, подвоев, ничего. Очень плохо, очень плохо. Вот, если лагинария вообще никак не идет, практически она стоит на месте. А в принципе, в принципе, говорят, что можно что-то и на ней вырастить. Ну, это если язычком, понятное дело, там, допустим, язычком с сближением, с перерезанием вот этой вот всей истории перетяжки, в общем, с двумя корнями, вот это вот играться, сводить их. Соответственно, даже профессионалы на профессиональных семенах часто делают язычком вот это вот сближение, вот это вот все дела, вот это вот все, 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 вот это вот. Делают косой срез, так вот как-то играются, еще плюс-минус вот подходит. Но в укол делают далеко не все, вот далеко не все делают в укол. Проще всего, да, но не везде это дает хороший результат. Зато если она срастается, то замечательно. У меня росла тыква, тоже все же тыквы в укол пошли очень хорошо, прям очень хорошо, они срослись. Был, на месте сроста был такой большой бугор, ну, вот оно все срослось намертво, там, все там, и ты его не выдержанешь уже никогда, там, порвется корень, но оно там не порвется на месте узла. Вот, корни были хорошие, то есть все оно срастается, то есть если оно в укол срастается, конкретно там, на эту дыню, там, на эту тыкву, эта дыня, вот, то если оно хорошо вот так вот идет, то тогда, конечно, проблем нет. Но тут уже надо подгонять, прям, чтобы в идеалочку все шло. Поэтому я беру в укол метод для того, чтобы проверить все на свете и тем более, что мне лень, тем более, что я хочу, чтобы мой чугунь, он был, ну, он был чем-то, чтобы он претендовал на звание чугуния, потому что чугун – это просто, чугун – это гибко, чугун – это изначально, чугун – это чуть попроще, но очень хорошо. Так что, возможно, мы не проскочим вот эту вот техническую революцию и вот на такой вот простой технике, простой, понятной, как чугун, мы сделаем нечто. Это, у нас есть лагинария у всех, у нас у всех может быть тыква офигенная, потому что, я же говорю, у меня этих семян разных тыкв и разных лагинарий немало. Это один из пакетов, ну вот, один из пакетов, потому что здесь все, вот она, все несколько лагинарий, парочка тыкв, или одна, или несколько, да. Вот, и это вообще без проблем, это очень неплохо. Арбузик-то растет на этом чугунии, на семенах, которые были привиты, да, на максимум была привита арабесочка, все сквошное. Это очень неплохо растет. Какие еще есть варианты? Вы можете приобрести какой-нибудь сквошную лагинарию, проверить ее, потому что я пытался, у меня надурили. Есть такая лагинария сквошная, гигантская, она прям выглядит как сквош. Бугристая такая, неравномерная, длиннющая, большущая, как размером с ребенка нафиг. Только там, где она размером с ребенка, не берите, потому что там дурят, там дурят, на том сайте. В общем, берите где-то у проверенных продавцов. И попробуйте его, потому что сквош делает вещи, и вот здесь вот, возможно, была бы, вот с лагинарией не сопля была бы, но тут вообще-то, в принципе, и не сопля, нормально прошло. Это сорт, наверное, этот самый, сорт, который побольше. У меня два сорта было, арбузовый перевил. Одни, которые хуже растут, другие, которые лучше. Тут, которые лучше, наверное, княжечь называется. Ну, вот здесь вот было бы, возможно, еще что-то более такое, нажористое. Потому что сквош – это вещь. Недаром делают гибриды лагинарии для подвоев, спецподвоев, потому что с ними еще проще. Вот, а этот сквош, он ближе к гибриду. Ну, вот было бы неплохо узнать, что это такое и посмотреть. Возможно, это была бы лучшая лагинария, которую можно у себя выращивать без проблем. Ну, чего можно еще делать? Можно делать это все с разными культурами. Например, есть грибовские дыни, тыквы, точнее. Они, много среди них сквошных вариантов. На них очень неплохо цепляется дыня. Вот есть те, которые арабеские, классические. На них неплохо цепляется дыня. Есть неплохо цепляется дыня на де лонге. Опять же, это же у меня сквоши с де лонги изначально были сделаны. Мускатные де лонги. Есть еще волжская серая, на которую неплохо цепляются дыни. Соответственно, вы можете с этим поиграться. Волжская серая это... Ну, и вот я еще говорю, что банан плюс-минус вроде бы как рулит тоже. Максима тоже. Так что у вас есть выбор, что пойти купить и с чем поиграться, если вы хотите это сделать. Потому что чем больше мы будем лить чугуна, тем изящнее у нас будут узоры, на чем правильно, на швейных машинках и зингера. Вот, на швейных машинках и зингер, на разных лавочках и все остальное прочее. Так что это все можно в культуру вбросить и, в принципе, получать. На это я надеюсь. Я очень хочу весной десяток попробовать того, десяток сего и все остальное. Засажать место тоже один через один, как минимум привитыми растишками, потому что у меня под забором, под забором меня шли очень неплохо. Например, даже вот, даже вот такие вот, даже вот такие вот минисотинская канталупа. Вот. Но она, блин, она, блин, шла-шла-шла, очень даже неплохо, очень хорошо. Но потом что-то с ней случилось. Она то ли начала гниение корня, началось у нее, или ее начало поджирать что-то. И один за другим ночью они падали, 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 усыхали. И почти что все у меня они выпилились. Вот. Дали только несколько нормальный результат там растишек. Вот. Я задолбался с ними играться. Но там очень плохое место. Там не все, там не все испанские выживут вообще-то. А Испания вот себя проявила очень хорошо. Это Испания канталупа черентайс. Офигенно себя проявила. В нормальном месте она растет замечательно. Поэтому я, конечно же, хочу попробовать на разных локациях в своем огороде. Там есть локации, где всегда холодно. Есть локации, где всегда неуютно дынем. Вот. Но очень много места для них, для вертикальной посадки, для плетения. И лагинарии там дают хороший результат, в принципе. И тыквы там дают хороший результат. И вот, соответственно, если я перевью, то это будет идеальное место, чтобы проверить, насколько эта перевивка работает, насколько этот корень себя оправдывает, насколько повышается работоспособность этого корня в таких жестких условиях. Там, где, в принципе, изначально растишка корня, она растет нормально. Соответственно, вот такие вот проверки, они дают результат, когда ты прям-прям-прям-прям-прям-прям-жестишь. Потому что я адаптировал жестко дыни, у меня дыни росли. Потом дыни, те, которые выживали, хоть это был и расщепан, он уже был невкусный, они росли в открытом грунте, без полива, просто на поле, без единого полива еще и завязывали урожай, хоть и невкусный, но тем не менее, то есть не адаптированы были полностью, вообще не болели. Без единого полива на поле. Причем лето было сухим, там просто был суходол, суходолом вообще, почти что ни одного дождя не было. Один только ливень был, вот и все. Так что подосал, вот я пытаюсь раскрыть, и вижу, что очень сильно много всего зависит от сорта, от условий, и вот можно с этим играться. Если чугунь не сработает, он может в принципе сработать, но тут самое главное, чтобы третья фаза роста, с наливом плода, с ветвлением, вторичных, третичных побегов, чтобы это вот все было уже в кассу, потому что сейчас первых два этапа идет, ну, прям в кассу. Я вижу, что и лагинария вроде хорошо идет, и мой чугунь хорошо идет. Мы договорились, чугунь это дыня, которая, это тыква, которая была высажена, подвита на другую тыкву, например, арабеско на максима. И получился, так сказать, между двое и подвое семена с него. Это чугунь. Мы об этом договорились, да, еще в первом или втором ролике. Так что вот так вот. И я вижу, что есть некоторое такое узкое достаточно окно. Это такая вот своеобразная своя хитрая прививка. Ну, конечно же, если получится перепыление, то вообще будет супер. Межвидовое между максима и мускатом. Но у меня он может не получиться просто. Я могу просто вот не вытянуть это, потому что он сбрасывает семена. Даже на привитых вариантах сбрасываются, то есть плоды. И я не знаю, тут надо играться с множеством. Поэтому и вы нужны. Надо играться с множеством разных сортов, чтобы узнать, что с чем перепыляется. И тогда вы будете вообще творить чудеса. Скорее всего, потому что уже межвидовой гибрид. Можно будет получать массово. И у вас будет свой отличнейший просто подвой. В домашних условиях, в полевых условиях. Тоннами можно его делать. Вот. Еще больше без проблем. Вот. Здесь в домашних условиях можно вот такими вот мешками себе его делать сколько угодно. Вообще без проблем. Потому что подвивается тыква на тыкву. В укол. Вообще без проблем. Три дня, там пять дней. Все высаживаешь. Она растет, буяет. Там вообще не сложно. И с нее урожай собираешь нормально. Хватает с головой. Так что на несколько лет, так как минимум. Вот. Так что есть как бы варианты. И вот это вот узкое такое окно какой-то возможностей. Вот. Свои прививки. Отличные сорта. Что очень сложно найти. Потому что это все бабки, ребят. Там, где сорта поддерживают, там делают гибриды. Там, где чистые линии поддерживают, там делают гибриды. А там, где ты хочешь на дурачка купить хороший классный сорт. Там у тебя будет отличный облом. Просто отличный облом. Вот. Потому что с этим сортом надо будет играться. Его надо будет адаптировать. Его надо будет как-то взбадривать. Потому что шаранты, например, она отличная. Все замечательно. Но просто шаранты. Она как бы не стартует. Она у нее энергетика такая себе. Надо еще находить хорошую шаранты. Раскачивать ее годами. Тогда она пойдет. Никто этим не занимается. Все съехали на эвки. Все это закольцовано на определенных барыг. Поэтому как бы проторивать другую дорогу. Здесь это вообще-то кидать рынок реально на большие бабки. Этим никто не занимается. И во-вторых, это вот... Ну это та работа, которую даже не делают институты какие-то для своего государства. Где-то там в России, в Беларуси, где-то там в Казахстане, еще где-то. Кто бы мог бы с этого получить хороший профит и отскочить от импортных семян. Вот как батька Беларуси и говорил. Мне там надо вот своя кукуруза. Ага. А свои, например, привои тебе по двое не надо? И по двое и привои. Свои опять же. Да надо, ребят, надо. Все, кто понимают, все знают, что надо. Вот эвки это хорошо. Но там хорошо на самом деле не только в гетерозисе. Гетерозис здесь везде есть, ребят. Это все сорта. Здесь везде есть гетерозис. Здесь везде есть двойной и тройной геном. Здесь везде есть дуплекс и триплекс и все, что ты хочешь. Вот. Просто в гибридах его немножко поболее, может быть. А еще в гибридах очень хорошо следят за чистыми линиями. Для того, чтобы они были крутые. Они классно стартовали и они отлично совмещались, чтобы этот гетерозис был прямо в жил. И в общем, в общем, на самом деле сорт в некоторых случаях может обскакать. Есть прецеденты, когда сортовые арбузы дают урожай больше, чем гибриды. Все потому, что это просто банальная адаптация. Вот так вот. Потому что гибрид ты никогда не адаптируешь к какому-то другому, к какой-то другой местности, чем он где-то там был высажен. Да, он может быть универсальный. Но ты его не адаптируешь никогда, потому что во втором поколении он расщепится и все вдрыц. То есть это просто технически невозможно. А под твой участок никто не будет делать гибрид. Вот, классный. Разве что твой производитель, который часто что? Часто пасет задних. Потому что для этого нужна хорошая генетика, хорошая аппаратура. И до хрена много хороших кадров, которые делают классную вещь. Для хорошего профита, за большие бабки. Правильным макаром развивают науку большую. Чего у вас часто нету. Поэтому вы заводите гибриды, сделанные просто для всех. Адаптированные для всех. В широком спектре применения плюс-минус. За большие бабки. Вот. Поэтому сортовые, местные сорта будут обскакивать их часто даже. По урожайности. Это неудивительно. Это просто переложи голову к шее, и у тебя все это начнет складываться. Вот я тут, не знаю, начнет, не начнет, не начнет складываться на третьем, четвертом этапе роста. Вот этого я не знаю пока что. Все зашибись. Если вот это вот узкое окно возможностей мы пройдем, то в принципе чугуней скажет слово за себя. Это слово будет мы можем. Мы можем это сделать. Мы можем это все хакнуть и сделать чугуней. И все.